Хотите снимать видео для соцсетей, но не знаете с чего начать? Я расскажу, как легко и просто это сделать в 2024 году. Разумеется, с использованием модных сейчас нейросетей. Забудьте о скучных кайдах и старых методах. Я подготовил краткую инструкцию для вас о том, как начать с нуля и создавать классные видео, собирая кучу просмотров и лайков. Готовы сделать первый шаг к своему успеху в соцсетях? Тогда начинаем! Всем привет! Меня зовут Рома и это Movavica. Канал, где вы учитесь создавать и продвигать крутые видео для соцсетей. Вы знали, что видео привлекает внимание людей на порядке больше, чем любой другой тип контента? Статистика SageMedia, это маркетинговое агентство, оно специализируется на SEO, поисковой оптимизации и платной рекламе контекстной PPC, показывает, что пользователи интернета в среднем тратят на просмотр видео 84 минуты в день. И 70% людей смотрят видео в мобильных телефонах. Вы только представьте, сколько зрителей ждут публикации нового контента. А вы еще даже не начинали снимать. Сегодня я подготовил для вас 5 советов, как стартовать в 2024 году, как найти свою уникальную идею и как сделать так, чтобы ваши видео выделялись среди множества других. Поехали! Идея – наше все. Думаете, что первым делом нужно купить камеру и арендовать студию? Не спешите. Настоящая основа любого видео – это идея. И искать ее вовсе не обязательно долго и мучительно. Нейросети – ваши верные помощники в этом деле. Они помогут вам вдохновиться и, наконец, начать снимать. Например, вы можете попробовать приложение «Моника». Напишите запрос. Я не знаю, на какую тему мне снять видео для соцсетей. Напиши мне оригинальную и актуальную тему, чтобы я снял видео и привлек аудиторию. Лично мне «Моника» предложила тему «Мифы о продуктах. Разоблачение популярных заблуждений». Нейросеть даже расписала структуру видео. Введение. Миф номер один про то, что все жиры вредны. И тут нейросеть предлагает мне объяснить, что существуют полезные жиры. Затем миф номер два. То, что углеводы приводят к набору веса. И тут нужно развеять миф, указав на важность углеводов. И, наконец, миф три о том, что косметика с СПФ не нужна в облачную погоду. Тут, соответственно, надо объяснить видео, почему защита от солнца важна всегда. И в конце заключения. «Моника» также посоветовала мне использовать графику и анимации для наглядности. Хэштеги для увеличения охвата. И написала, что тема правильного питания актуальна. Так как многие ищут правду о продуктах и здоровье. И видео может помочь им в этом разобраться. Напоминаю, это лишь частный пример темы. Вы можете попросить нейросеть предложить вам более подходящие идеи. И выбрать то, что вам отзовется. Или задать конкретную нишу и выбрать конкретные темы внутри этих ниш. После того, как вы закончите общение с Моникой, я советую воспользоваться нейросетью NVIDIA AI. Которая сгенерирует полностью готовый видеоролик с видеорядом и аудио. Продолжительность у такого ролика будет всего несколько минут. И это станет отличным примером того, как можно реализовать идею в видеоформате. А также это поможет вам вдохновиться новыми визуальными решениями и звуковыми эффектами. То есть, по сути, я предлагаю использовать сгенерированный нейросеть ролик как драфт. Отправную точку для собственного творчества. То есть, вы можете использовать его как пример, а не как готовый продукт. Ну, а если вы переживаете, залетит ли ролик в тренды, то тут вам поможет еще один бесплатный инструмент. Вид.IQ. Это не просто панель с информацией. Это анализатор контента. Вид.IQ предлагает AI-инструмент. То есть, он сможет на основе искусственного интеллекта, который напишет сценарий, подберет теги и даже превью по вашему текстовому запросу. Это довольно залипательно. Обязательно попробуйте. А.И.Вид.IQ также подскажет, как оптимизировать заголовки и описания, чтобы видео залетало в тренды. А еще действительно важно смотреть, что пользуется успехом у других блогеров и снимать видео на актуальные темы, но добавлять при этом, естественно, свои фишки и какую-то ценную дополнительную информацию. Кстати, в программе для монтажа видео от Movavica как раз можно найти эффекты, инструменты для создания своего особенного стиля. И кажется, сейчас самое время рассказать вам о скидках на программы Movavica. Наш самый большой набор программ и эффектов теперь называется Movavica Maximum. С ним не нужно быть профи, чтобы создавать крутые видео и фотографии. Интерфейс интуитивно понятный, так что вы быстро освоитесь. А плюс набор работает без проблем даже на средних по характеристикам компьютеров. В коллекции представлен огромный выбор инструментов и доступ к библиотеке из более чем 6 тысяч эффектов. И все это по цене всего лишь одной программы. Легко создавайте яркие видео с помощью искусственного интеллекта. Используйте и для быстрого улучшения фото. Насыщайте цвета, меняйте фон или удаляйте объекты. Без труда записывайте экран вашего компьютера. Вы можете сохранять онлайн-звонки, вебинары, видеоуроки и не только. Конвертируйте видео, аудио и фото на суперскорости. Заряжайте видео креативными эффектами, каждый из которых добавляется всего в один клик. А еще у нас есть специальное предложение. Скидка в 80% при оформлении годовой подписки на этот замечательный набор. Подпишитесь и начните создавать шедевры уже сегодня. Давайте продолжим разбираться в том, как начать снимать видео для соцсетей в 2024 году. Второй шаг в моем списке это выбор камеры. Конечно, многое зависит от вашего бюджета и задач. Если вам нужна компактная и профессиональная блогерская камера, то вот есть хороший вариант DJI Osmo Pocket 3. Это отличный выбор. Ее часто используют создатели контента. Например, блогер-миллионник Юлия Пушман. Она сняла целый видеообзор о преимуществах этой камеры. Для более профессиональных съемок с большим спектром задач и приемов подойдут современные компактные беззеркальные камеры со сменной оптикой. Такие, как, например, Sony ZV-E10 или Canon R6 Mark II. Но на смартфоне на самом деле можно снимать отличное видео, если знать, как правильно настроить камеру и использовать доступные функции. А тем более смартфон всегда под рукой. Большинство современных моделей оснащены качественными камерами с различными режимами съемки. Такими, как ночная съемка, замедленное видео. Все это позволит вам создавать довольно разнообразный по монтажу контент. Да, и это не обязательно должен быть телефон на последней модели. Достойные варианты, например, Google Pixel 7a, он предлагает отличную работу в условиях низкого освещения, благодаря своему алгоритму обработки изображений. А если говорить об айфонах, то тот же iPhone X и iPhone X известен своими цветовыми характеристиками и отличными камерами. Также Samsung Galaxy A54 выделяется благодаря многофункциональным камерам и хорошей стабилизации изображения, что тоже делает его универсальным инструментом для создания контента. Подробнее я рассказывал, какие настройки включить на телефоне, чтобы вам было удобно и картинка выглядела классно. В другом нашем полезном видео оно называется «Как снимать видео на смартфон» – видеосъемка для начинающих. Обязательно посмотрите, оставлю ссылку в описании. Да, современные камеры, особенно в смартфонах, обеспечивают отличную стабилизацию, поэтому мой третий совет – штатив. А нужен больше не для устранения дрожания камеры, а для закрепления камеры, чтобы быть мобильным, автономным и снимать себя без ассистента. Пользуясь штативом, вы освободите руки и получите больше свободы в кадре. Установив камерный штатив дальше от себя, чем при вытянутой руке, вы сможете захватить более общий план, что сделает вашу картинку интереснее. Вы даже можете установить несколько камер, направленных на происходящее в кадре, с разных ракурсов и планов, что особенно удобно для жанров интервью или влогов, так как это дает возможность гибко монтировать видео, переключаясь между различными планами. При выборе штатива важно учитывать его максимальную нагрузку, высоту и материал, чтобы он соответствовал вашим потребностям и типу камер или смартфонов, которые вы планируете использовать. Лично мне нравятся штативы фирмы Manfrotto. Давно пользуюсь, очень надежные и не ломаются. Еще я бы посоветовал выбрать штатив с Bluetooth-пультом. Это позволит запускать и останавливать видеозапись без необходимости касаться устройства. Например, есть вот такой штатив Senseign Magnetic Tripod Plus. Штатив удобный, компактный, его легко брать с собой. Он имеет магнитное крепление, что делает его универсальным для различных устройств. А для съемок в нестандартных условиях подойдет гибкий штатив, который называется триподом или гориллаподом. Он имеет гибкую ножку, которая позволяет закрепить камеру на различных поверхностях. Конечно, штатив это важно, но чтобы ваши видео были не только красивыми, но и качественно звучащими, нужно позаботиться о хорошем микрофоне. Четвертый совет это использовать внешний микрофон. Не стоит недооценивать этот совет, особенно если вы делаете контент для соцсетей. Звук в видеороликах, особенно то, как записана ваша речь, едва ли не самый важный аспект. Потому что зрители на самом деле не так придирчивы к картинке, а вот плохой звук считывают все. И вообще, очень часто видео сегодня смотрят фоном, то есть скорее слушают, чем смотрят. И если вас плохо слышно, если на записи много эхо, шумов, посторонних звуков, то ролик будет восприниматься как слишком любительский, да и просто тяжело воспринимать такой контент. Как результат, вряд ли большой процент людей, которые изначально заинтересовались вашим видео, останутся с вами надолго. Я рекомендую использовать внешний микрофон. Например, петличный клипон-микрофон, такой как у меня, он подключается прямо к смартфону или камере и крепится на одежде. Это очень просто, подключили и снимаете. Обычно петличный микрофон крепят к одежде, а у груди или на воротнике, чтобы он максимально был близко к рту. И важно при этом избегать трения микрофона об одежду, чтобы избежать шумов в записи. Петличный микрофон с длинным шнуром, ну например, BOYA BY-M1, там аж 6 метров шнур, позволяет свободно передвигаться, сохраняя стабильный звук. Для большего удобства есть и беспроводные модели, например, знаменитый и очень популярный сейчас DJI Mic 2. Такие модели дадут вам свободу движения и позволят скрыть провод, который не всегда эстетично смотрится в кадре. Альтернатива петличке это микрофон-пушка. Он особенно удобен, когда вы снимаете в шумных условиях или на улице. Такой узконаправленный микрофон не сковывает вас проводами и позволяет захватывать звук с конкретного источника на довольно большом расстоянии. Он здорово справляется с записью звука спереди, игнорируя шумы по бокам и сзади. Его часто используют с камерой, размещая на специальное крепление. Или ставят штатив, подключая к той же камере или к отдельному внешнему рекордеру. С телефоном тоже можно использовать микрофон-пушку, но вам понадобятся специальные переходники. Переходя от выбора микрофона, который помогает лучшить звук к разговору о свете, следует отметить, что правильное освещение также существенно влияет на качество и успешность вашего контента. Пятый совет. Это настройка освещения. Начните с естественного света. Он обычно самый мягкий и приятный. Снимайте рядом с окном, чтобы свет падал на вас спереди или под углом, создавая мягкие тени. Избегайте съемки против света, чтобы не создавать силуэтный эффект, который затемнит ваше лицо. Если естественного света недостаточно, добавьте искусственное освещение. Только не используйте потолочное освещение. Свет люстры только испортит ваше видео. Хорошая идея это использовать недорогую кольцевую лампу или несколько источников света, чтобы равномерно осветить себя и избежать резких теней. Старайтесь направлять свет на лицо под углом в 45 градусов, чуть выше уровня глаз, что придаст видео профессиональный вид. Это будет основной источник света. Я советую использовать схему из трех или двух источников света, а добавить к основному свету заполняющий и контровой. Важно следить за тем, чтобы источники света не были слишком яркими, а основной источник доминировал. Здесь речь идет все-таки не о бытовых светильниках, как, например, ночник или ваша настольная лампа. Старайтесь использовать хотя бы полупрофессиональные светильники. Также подумайте о цвете света. Теплый свет, желтый, создает уютную атмосферу, а холодный, белый, более современную и профессиональную. Если говорить о конкретных решениях, я бы посоветовал приобрести кольцевой свет, софтбокс или прожектор. Например, небольшая кольцевая LED-лампа с регулировкой световой температуры и яркости от Young Nuo. Или вот софтбокс кодекс SBFW60. Или простой и доступный вариант – осветительная лампа U-Landzi с креплением, которая легко устанавливается на столе или на другой поверхности. Сейчас можно найти неплохие варианты в пределах всего 3-4 тысяч рублей. Это были 5 самых важных советов для начинающих видеокреаторов. Теперь у вас есть базовые знания о том, как начать снимать видео для соцсетей в 2024 году. Это только начало. Впереди еще много вопросов, на которые вам захочется найти ответ и умений, которые нужно будет освоить. Не бойтесь пробовать делать ошибки. Это часть процесса. И, конечно, смотрите канал Малавика. В своих выпусках мы охватываем каждый аспект создания видео для соцсетей. Впереди еще очень много полезного. До встречи!